Неспроста в этом году на кубке указано, что это международный кубок губернатора по КВН-2016. В этом году команды действительно международные. Здесь собрались Беларусь, Казахстан, Сыкт-Парк, Ярославль и наша родная команда КВН Волшане. В зале нет свободных мест. Царит атмосфера настоящего большого КВН. Попасть на игру можно было лишь по пригласительным, которые достали самым активным самарским студентам. Команды к заданиям подошли ответственно, изучили местный колорит и шутили на актуальные городские темы. Молодая команда Волшане уже делает большие успехи в сезоне премьер-лиги. Поболеть за своих пришли известные самарские КВНщики. Все это делали они самостоятельно, без какой-то посторонней помощи. Все опыт, все приходит только с опытом, поэтому я думаю, что хорошее будущее у ребят, если они не перестанут этим заниматься. Сегодня у меня на сцене вообще только вот прям такое ощущение, что собрали всех моих друзей и почему-то натравили их друг на друга. Не понимаю, почему это происходит, но буду полезть за Волжан, за Самару, естественно. Ребята, удачи. На пресс-конференции ведущий игры Александр Масляков удивил журналистов необычным признанием, отвечая на вопрос, в чем же успех КВН как движение. Для того, чтобы начать играть в КВН, в принципе, ничего не нужно. Даже не нужно никаких особых талантов и способностей. Все это лишь бы было желание, и потихоньку это все вырастает, вырастает, вырастает. Наверное, из-за этого до сих пор популярна эта игра. Первое место занимает команда Казахстана «Астана». Юлия Черняева, Василий Колдашов. События.